В Туве с наступлением тепла возобновилось строительство мини-ГЭС для села Тойлайлых в Высокогорном Монгунтайгинском районе. Этот район из-за трудностей до сих пор не подключен к региональной электросети. Электричеством село снабжается автономными дизельными генераторами, требующими огромных затрат на топливо и обслуживание. Из-за дороговизны электроэнергии станции приходится использовать в ограниченном режиме по 2-4 часа в день. Идея ГЭС в этих местах не нова, о ней мечтали с советских времен. Но шанс осуществить мечту появился со стартом губернаторского проекта «Село, в котором я живу», который инициировал глава Тувы. Жители Тойлайлыга одним из первых подали заявку на участие в нем с предложением о строительстве небольшой гидроэлектростанции и победили в конкурсе. Власти района выделили им 200 тысяч рублей, а от правительства республики они получили более 4 миллионов рублей. По проекту, разработанному с помощью специалистов Минтопэнерго-региона, предлагалось построить на реке Тойлайлыг плотину, а от нее проложить трубопровод протяженностью более 500 метров для подачи воды на турбину, приводящую в действие электрогенератор. Работа началась в августе 2018 года. К началу зимы жителями села при помощи строителей удалось завершить основной контур генерации и даже провести тестовые испытания. С весны этого года Тойлайлыгцы приступили к завершающему этапу строительства – теплоизоляции подающей трубы. Она должна выдержать 50-градусные морозы, которые здесь не редкость. Следует отметить, что строительство мини-гэс в Тойлайлыге – это единственная попытка властей Тувы найти альтернативные варианты электрификации горной Монгунтайги. В двух других поселениях района – в селах Мугураксы и Кызылхая – с 2017 года идет строительство автономных гибридных энергоустановок. Это сочетание дизельных генераторов с солнечными электростанциями. Их монтаж на условиях энергосервисного контракта ведут частные инвесторы. Кроме Монгунтайги на дизельных генераторах живут Тоджинский район и Тарьхольский район, а также часть Пейхемского и Каахемского. В общей сложности это 13 таежных поселений. Только на топливо для них республика ежегодно тратит около 500 миллионов рублей. Поэтому все они ждут итогов монгунтайгинских пилотов по малой энергетике, чтобы выработать самый оптимальный для себя вариант.